Приветствую вас дорогие любители творчества. Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Сидникова. Посмотрите какое ураганище у нас на улице. Ветер, дождь, холод. В общем, вот так вот гнутся деревья. Лешик мой пошел в магазин. Я уже, честно говоря, переживаю. Пошел без зонта. Конечно же, промок. Ну, а я сегодня к вам с новостью. Решила включиться буквально на несколько минут, потому что считаю очень важная информация. Ну, во-первых, посмотрите, как продвигается мое платье осоль. Я уже продвинулась достаточно прилично, так скажем. Вчера вязала. Ну, вчера немного вязала. Но я к вам вот с какой новостью. Во-первых, эта новость касается тех счастливых обладательниц, которые успели купить вот этот хлопок в бобины итальянские шнурковые в магазине у Лены. Магазин называется Филата Итальяна. Этот хлопок фреска. Вот родная бобина. Это чистый хлопок. Итальянская пряжа. Шнурковый хлопок. Я почему к вам включилась? Я знаю, что вы ждете эти посылочки. И пока вы не начали вязать, я к вам с нужной информацией. В прошлом видео я показывала, что я постирала вот эту часть платья, и оно никак не изменилось. Действительно, оно не изменилось в размерах. То есть, я вот замеряла вот это вот расстояние до вот эту лицевую гладь. Как было 17 сантиметров до стирки, так и после стирки осталось 17 сантиметров. Но разницу я увидела, когда стала вязать дальше. То есть, мы можем отличить вот постиранное полотно, здесь вот петельки вот так вот улеглись, уже видно. Но я не увидела, насколько они улеглись. И вот когда я продолжила вязать дальше, я поняла, что пряжа, шнурковая, хлопковая пряжа раскрылась. Вы посмотрите, вот какая появилась плотность. Конечно, она не критичная, но можно было бы немножко помягче. Так вот, мои дорогие рукодельницы, вы получите пряжу, и даже не бойтесь вязать спицами большего размера. Я вот здесь вязала вот это полотно, где после стирки пряжа раскрылась хлопок. Вот как этот, как кашемир, как меринос. Я вообще даже, честно говоря, не ожидала, что так может раскрыться хлопок. А вот, оказывается, в итальянской пряже может. И здесь были спицы 3,25. Дальше я перешла вязать. Я поняла, что петелькам нужно куда раскрыться, поэтому нужно увеличить размер спиц. Я перешла на троечку, то есть 3,25, ой, 3,5, прошу прощения. Увеличила до 3,5, провязала где-то сантиметров 6 и поняла, что мне еще можно увеличиться. И я увеличилась до 4. Сейчас я вяжу на спицах 4. Кстати, у меня еще одна будет новость для вас, но это не в этом видео. Не хочу менять, мешать все. Я получила подарок. У меня скоро день рождения, но подарок я уже получила. Это вот такой набор карбоновых спиц. Теперь у меня уже три набора от Книт Про. Семь пар спиц. О них я расскажу вам в отдельном видео. Сделаю обзор, но я ими очень-очень довольна. Так вот, сейчас я вяжу это платье на четверке. Вот видите, казалось бы, ну как бы вроде бы-то рыхло. Все светится, все как-то не очень. Не бойтесь, когда вы постираете, пряжа раскроется. И у вас будет вот такая красота красивая. Видите как? То есть, здесь не будет вот этих дырок. Конечно же, я сейчас... Ну, если вы не купили подмот к этой пряже, у меня здесь тандем. Вот это хлопок лен. По-моему, этой пряжи тоже сейчас нет в наличии. Вот. Я вяжу в две ниточки. То есть, фреска и вот этот хлопок лен. Я даже сейчас и название уже не прочту. Это очень тонкая пряжа. По-моему, 2900 метров на 100 грамм. И я вяжу вот в таком тандеме. Если вы будете вязать только из вот этой пряжи, фреска, без подмота, тогда остановитесь на спицах 3,5 и будет замечательно. Можно даже 3,75. Если у вас есть четвертинки в спицах, тогда можно взять спицы 3,75. Пряжа имеет свойство раскрываться. Я вот сейчас сниму со штатива камеру. Я вам покажу еще, как это смотрится на свет. И вы увидите это поразительное свойство. Девочки, если честно, я не ожидала, что вот хлопок может вот так раскрыться. Вы скажете, он сел. Ничего подобного. Потому что, как было 17 сантиметров у меня здесь, так и осталось. Если бы он сел, эти бы сантиметры у меня уменьшились. А он просто раскрылся. Вот такая метаморфоза с итальянским хлопком. Приятная, я хочу сказать. В общем, имейте это в виду. Сейчас пытаюсь как-то зафиксировать, потому что две руки. Ну вот, смотрите, на свет вот это то, что сейчас на спицах 4. А вот опускаемся ниже. Это вот то, что постирано. И вот эти вот все ячейки, явно видно, что они раскрылись и заполнились. Вот видите? Вот здесь вот такая сеточка. И после ВТО это заполнится и будет вот таким полотном. Так что, если без подмота, вяжите эту пряжу спокойно на спицах 3,5. Во-первых, вы сэкономите. Во-вторых, это полотно будет смотреться незабитым. Вот видите, все-таки здесь вот как бы вроде бы-то как забитое полотно. Но перевязывать я не буду. А вот юбку я вяжу, уже поменяла. Ну, получается, на 3,5 перешла. Теперь на 4. И мне как раз-то это и нужно. Потому что это юбка. И мне как раз это расширение юбки, ну, прям вот на руку. Ну, и еще решила вам показать, какое белье я купила под это платье. Я мерила бежевый бюстгальтер. И, вы знаете, в общем, не очень хорошо смотрится. Купила вот такое бесшовное, бескосточковое белье. В виде топа. Вот буквально сейчас пришла, ходила в пункт выдачи. Померила, покупала на Wildberries. Если вы не знаете, что это за магазин, я вам сейчас покажу. Может быть, вы видели вот такие пакеты. Вот так он называется. Это не реклама. Это мне опять Лешик сделал подарок к моему платью Ассоль. Как же удобно. Ничего нигде не давит. Это не жарко. В общем, красота красивая. Купила вот такой бюстгальтер топ. Стоит совсем то ли 500, то ли 700 рублей. Что-то такое. Вот такая фирма. Массаж, что ли. Ну и выбирала свой размер. 2ХЛ, по-моему. 2ХЛ. Можно померить. Если не подходит, вы, конечно же, можете отказаться. Ну и вот такие плавочки тоже под это платье. Плавки не мерила, но так растянула. Вроде бы-то размерчик мой. Вот такую одну пару. И такие же красные. Это мое первое красное белье. Мне стыдно признаться, но вообще я не любитель красного белья. Но вот пришлось купить, поскольку под мое... А, кстати, у меня и не было красных платьев. Вот поэтому и не было красного белья. Ну вот такие. Это хлопок с чем-то. Это не синтетика. В общем, пару вот таких вот трусиков. И вот такой топ. Почитала отзывы об этом топе. И там многие женщины пишут, что отказались от бюстгальтера с косточкой. И сейчас пользуются вот таким бельем. И, в общем, не хотят больше переходить на косточки. Попробую. Расскажу потом о впечатлениях. Но уже при примерке я почувствовала, конечно же, разницу. Если сейчас вот... Ой... Если это взять вот так вот, приложить под это платье, мы видим, что будет... Ну, я думаю, что будет смотреться хорошо. Лучше, чем бежевый бюстгальтер. Вот так. Так что вот такие мои покупки, вот такие мои новости для вас. Надеюсь, они были полезными. Не бойтесь вязать спицами большего размера эту прекрасную пряжу. Не забывайте про скидку 5% в этом магазине для вас. Когда оформите заказ, в поле пишите Елена. И хозяйка магазина вам сделает дополнительную скидку в 5%. Ну, а на этом все. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok